Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Благополучно мы уже заходим во второй час программы Урбан на 101.0, ведущая передачей Светлана Занько. И Владимир Сметалин. Мы продолжаем разбираться в том числе с программой, вернее с национальным проектом, приоритетным формированием комфортной городской среды. И напоминаем еще раз, что наш город тоже попал в эту программу. В первом части мы с экспозицией Общероссийского народного фронта больше говорили о том, какую они работу информационную провозили и так далее. Ну, кстати, у нас представители ОНФ и во втором части тоже присутствуют. Это Константин Сичихин. Константин, добрый день. Добрый. Добрый день. Еще одна наша гостья, очень известная в городе Чеховик, безусловно, Наталья Катаева, председатель Совета женщин нашего города, президент Фонда поддержки местных инициатив, Вятская Соборность. Ну и, конечно же, Наталья Алексеевна долгое время была известна в качестве руководителя и отдела молодежи городского. Ну и там была специалистом. Ну, от одного из, так сказать, специалистов. И отдел по работе с территориальным общественным самоуправлением и общественными объединениями администрации нашего города. И еще одна наша гостья, это Ирина Трач, руководитель Центра местной активности Ленинского района, ну, вернее, одного из Центров местной активности Ленинского района, старшая по дому на улице Чапаева. Сурикова, 20-Б. А, Сурикова, 20-Б. Вот видите, Ирина Ивановна. Да, это просто из той тройки, когда была Чапаева здесь, да? Да, нет, Чапаева тогда не было. Просто мы тогда затронули тему. Мы прекрасно помним, какую вы прекрасную картину рисовали, да? Да. Как вы работали по благоустройству той территории, которая непосредственно к дому прилегает. Ну вот, ваша тема тоже сейчас будет во втором части. Хотелось бы вашу позицию и ваши комментарии. Экспертные услышать уже по этой теме. Смотрите, какая история. Чтобы понять, о чем мы говорили в первом части, на чем мы сошлись. Значит, там у нас были Дмитрий Сергеев, Константин Шарапух и Светлана Кекина, все представители ОНФ, которые участвовали во встречах с жителями дворов, которые явились кандидатами на участие в программе оформлении комфортной городской среды. 2017, внимание, не на следующий год, а именно в этом году. Надо сказать, что было несколько встреч, не массово, там не 50 дворов. Константин сказал, что два двора в Первомайском районе. И история следующая, картинка была следующая. Эти дворы были конкретно пятиэтажные дома, хрущевки, по 20 человек выходило. Из этих 20 человек практически никто ничего не знал, не понимал про вот этот проект формирования комфортной городской среды. Внимание, до 21 апреля принимали заявки на участие в программе 2017. До 21 апреля. И в апреле же, согласно вот этим встречам, стало ясно, что люди не понимают, на кого рассчитано, как участвовать. Люди получают вот такой огромный список документов, которые нужно предоставить, среди которых есть несколько важных пунктов, наиболее таких работистых. Это проект, это смета, которую не могут простые жители сделать самостоятельно. Если они сделают, это будет просто какой-то там рисунок. С другой стороны, участь их облегчается тем, что по программе-то, собственно говоря, предоставляется только асфальтирование проезжей части, лавочки и фонари. Не какие-то там фонари, а просто восстанавливается освещение, или освещение там строится заново, если его не было. И все. То есть дальше шагать по развитию этих дворов в рамках проекта, а он предоставляет замечательные, на самом деле, возможности, 80-процентное финансирование из федерального бюджета при софинансировании 20%. Это прекрасно. Это примерно столько, сколько по ПМИ софинансирование, но как бы вот еще дополнительное. Но поменьше все-таки. Кажется классно, но это софинансирование по дополнительным каким-то объектам, детским площадкам, скверчикам и прочее. Но под это все тоже нужен дизайн-проект с учетом коммуникаций и прочего. И вот здесь в получении и разработке документации дизайн-проектов большая проблема, как мы сейчас выяснили. Я так понимаю, что Константин Сичихин добавит, потому что здесь вот мы в перерыве по этому поводу говорили. Но прежде чем Константин вступит в дело, я хотела бы как раз обратиться к Ирине Ивановне. Вы вообще в этот проект, когда вы про него узнали, смогли ли у него войти, было ли желание? Ну, мой двор уже благоустроен. Нам, в принципе, в эту комфортную среду заходить. Да, мы сделали по ПМИ, да, мы участвовали в конкурсах, поэтому лично по моему двору у меня нет проблем. А саму программу изучали? Ну, да, конечно, пришлось немножко ее тоже изучить, потому что это проект вообще-то партии «Единая Россия». Вообще-то нам тут заявлял Дмитрий Сергеев, что это не проект партии, это деньги наши с вами, налогоплательщиков. Государственный проект, наш проект. Конечно. Ну, у нас такая информация. Окей, проект партии «Единая Россия». У Ирины Ивановны информация. Ну, да, в общем, смотрите, там помогает хорошо очень управляющая компания. Они могут помочь составить смету. А они под «Единая Россия»? Нет, почему? Если обращаются, например, я помогаю жителям обратиться к управляющей компании, и они помогают составить смету или дизайн-проект, согласование, вот эти вот все, которые нужны по этому. У нас просто история была. Она звонила тоже активистка, главная по дому с улицы Красин, 25. Она сказала, что она когда услышала случайно про этот проект, и СМИ ей пришлось пройти через все. Она пошла в теруправление. Из теруправления ее отправили в партию «Единая Россия». Партия «Единая Россия» опять ее отправила в теруправление. Теруправление в управляющую компанию. Управляющая компания что сказала? Обратно в теруправление. Обратно в теруправление. Там ей сказали, почему у вас документы без печати, но в итоге как-то приняли все это. Что-то как-то приняли. Но вот это вот в этом районе, не знаю, там Красино не в вашем районе. Нет, это не моя территория. Смотрите, сначала нужно было сделать заявку на сайте партии «Единая Россия», потом они не следовали документы к нам, Ленинское теруправление, 205-й кабинет. Принимали документы, и там уже в списки попадали дома, которые в этом году не попадают. Достаточно было заявки? А потом список документов нужно было предоставить? Сначала заявку, да, в первую очередь надо было подать заявку на сайт «Единая Россия». А потом кто, как вы говорите, помогал? Управляющая компания помогала делать проекты? Ей что-то нужно было платить дополнительно? Ничего не надо было платить. Ничего не нужно было платить. Они должны были это сделать бесплатно и с этими документами идти в теруправление. В теруправление. То есть не нужен никакой центр местной активности? Нет. Вот это разноречивая информация. В первом части прозвучало, нужно прямо было идти? Нет. Центр местной активности? Нет. Центр местной активности – это поддержка местных инициатив у нас, вот эти конкурсы, грантовые конкурсы. А то, что городская комфортная среда, как конкретно центр местной активности, мы не курируем такие проекты. Вот. Ну, то есть вы понимаете, что уже даже здесь, в этой студии, мы разную информацию получаем? Как бы я маленько не согласен, конечно, в этом плане, потому что центры местной активности, они активно принимают участие в рамках этой же программы. Потому что сегодня… Этой программой, давайте повторять, формирование комфортной городской среды, а то запутаемся. Да, да, да. На сайте вообще-то она называется формирование современной городской среды? Может, это разные вообще какие-то программы? На сайте администрации? Да, она называется формирование современной. Это еще какая-то программа? Это одна. Это одна программа. Мне также пришлось пройти порядка четырех дворов по Первомайскому району, да, присутствовал на всех собраниях, общался с людьми, общался совместно с управляющим компанией, совместно с представительным центром местной активности, совместно с представительной администрацией. Мы были на собраниях, и да, люди не понимали, люди не понимали, зачем, куда, почему, что за программа, никто не объяснял, было просто висело объявление такого-то числа, всем, пожалуйста, собраться. Придет группа лиц, которая вам все расскажет, и после этого вы должны будете подготовить пакет документов. Это было в апреле. Это было в апреле, это было в апреле, и так это все начиналось, да, дождь, слякоть, неподготовлено все. Люди просто-напросто ходили по квартирам, всех звали, чтобы хоть кто-то вышел, потому что был один дом, где вышло всего два человека, потом с горем пополам прошлись по всему дому, позвали, вышло 10 человек, потому что дом 5 лет не собирался на собрание. Вот за 5 лет они первый раз друг с другом, можно сказать, некоторые даже и познакомились, хотя дом, ну, по улице Карломарса у нас дома не больно свежие стоят, правильно? Там у них Ирины Ивановны нет. Да, наверное, Ирины Ивановны нет, и, наверное, плохо центр местной активности работает. Ну и что было дальше? Ну вот после этих встреч, конечно, управляющая компания активно участвовала в процессе, но я не заметил большой энтузиазма со стороны управляющей компании. Такое чувство, их просто заставили, вот просто сказали, вы обязаны это сделать, все. Они приходили неподготовлены с какой-то точки зрения, без какого-либо проекта, просто с листочком, который была визуально начерчена площадка, которая будет в будущем, да, как она будет ассультировать. Понятно, нет никакого проекта, понятно, не было никакой сметы, непонятно, никто никому ничто не объяснял. Просто сказали, будут, есть финансирование федеральное, надо поучаствовать. Давайте соберем протокол, и после этого вы в эту программу попадете. Подождите, надо поучаствовать, или все-таки хотите поучаствовать? Нет, надо поучаствовать. Почему? Потому что... И прямо так было сказано, протокол подпишите и попадете. Конечно, конечно, ну не будет протокола собственника жилья, понятно, никто не будет в программе участвовать. Только собственники жилья решают, участвовать им в этой программе, либо не участвовать в этой программе. Конечно, люди, они отзывают, после того, как им, конечно, все подробно объясняется, они, конечно, отзывчиво идут, находятся старше по дому, находится кто-то активный гражданин, он собирает протокол собрания, потому что я вчера созванивался со всеми теми домами, на которых я присутствовал на собраниях, потому что у меня все телефончики я выписал всех старших, потому что в данной ситуации я со своей стороны буду контролировать весь процесс работы, начиная от начала и заканчивая до конца. Почему? Потому что вопросов очень много к этой программе, вопросов много к качеству выполнения работы в рамках этой программы. Элементарно мы сейчас на данный момент не видим даже проекта. Сейчас мы на этом прервемся. Да, мы видим, что Наталья Алексеевна уже рвется. Нет, мы сейчас прервемся на полминуты, у нас пауза. 211-101, подключайтесь к нашему разговору. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Давайте продолжим разбираться все-таки, что же будет в этом году. С программой формирования комфортной городской среды. Напомню, что 140 заявок поступило в городскую администрацию. До 25 мая. В 25 числу будет известно, сколько дворов, какие именно дворы. Попадут в эту программу и преобразятся. И информация у нас получается противоречивая. Я все вспоминала в первом часе и говорила, что вроде бы как уже в январе, в конце представителей администрации были определены 50 с чем-то дворов. И мы говорили, как определены. Ну, потому что сроки короткие. Вот взяли тех, кто в ППМИ не прошел, но документы готовы. Потом, бац, конкурс какой-то должен был и обсуждение. В апреле стали собирать еще заявки до 21 апреля. Пошли по дворам представители ОНФ, чтобы хотя бы рассказать, что это такое. И как бы поняли, что люди не знают, что это такое. Как с этим жить вообще, к чему приложиться. До 25 мая должны быть определены еще какие-то дворы. То ли дополнительные, то ли те, которые еще выйдут. Нет, видимо, это из этих 140 все-таки. Ну, в общем, здесь большая путаница. Правда. У нас и в первом часе, и во втором звучат разные совершенно мнения. И информация все время меняется. И вот как раз Наталья Алексеевна, которая хотела задать вопрос. Вы же следите за этим проектом. Нас сейчас всех выслушали. У вас какое представление об этом проекте? Где вы видите плюсы, где минусы на данный момент? Вы знаете, вот самый большой минус в чем, что здесь отсутствие системы. Абсолютной системы, потому что очень много людей занимаются этим проектом. Это Единая Россия, ОНФ, Центр местной активности. А вот в единую систему это все не сведено. И поэтому, вот когда мы выстраивали 10 лет в этом году нашим ТОСам, это ведь маленький юбилей. Это хорошая система, которая сегодня доказала свою жизнеспособность. Так вот, где есть очаги инициативы, вот это территориальное общественное самоуправление, в каждом депутатском округе создан Центр местной активности. Для чего мы создавали? Чтобы он был диспетчерским пунктом. Чтобы он был носителем всей той информации, который бы собирал информацию от ОНФ, от тех передовых проектах, которые есть в администрации, которые есть в партии. Понимаете, все должно аккумулироваться здесь, все инициативы. И самое главное, на чем мы настаивали, одна из составляющих Центра местной активности, это Общественный совет развития территории. Вот если где работают общественные советы, туда входят депутаты, представители партии, представители территориального управления, ТОСы, представители общественных организаций, которые на этой территории. Мы еще в апреле месяце на ДСК провели расширенный общественный совет с приглашением всех этих структур. И спросили, скажите, пожалуйста, развитие нашего микрорайона ДСК «Озерки». Вот нас это волнует. Вообще, как мы будем жить? Нас кругом застраивают в каменный мешок. А какая инфраструктура? А как мы будем развиваться? И вот мы услышали обо всех программах. Хорошо, говорим, есть такая программа. А кто за это ответит? А что для этого нужно сделать? Нам говорят, вот с этим вопросом Центр местной активности. А с этим вот сюда. А здесь порешают депутаты из депутатских наказов. Понимаете, вот там, где не срабатывает Общественный совет развития территории, вот возникают такие вопросы. Почему? Потому что Общественный совет этой территории и должен выявить проблемы этой территории. Мы одни ничего не сделаем, ходя по дворам, теребя народ по одному и говорить, Марья Ивановна, тебе нужен двор? Конечно, Марья Ивановна не нужен. Она первый раз услышала, может быть, слово «проект». Для этого у нас есть школы социальных инициатив. И вот насколько будут вот эти наши точки роста Центра местной активности, насколько они будут соответствовать тому велению времени, компетентности, насколько сегодня Общественные советы станут действительно ресурсными центрами развития территории, насколько мы сможем вести диалог с предприятиями, с учреждениями, с партиями, с движениями, чтобы мы развивали свою территорию, где мы живем, вот тогда не будет этой путаницы. Так, Наталья Алексеевна, а что касается этого конкретного проекта? Вот этого конкретного проекта, я хочу сказать, что я не знаю, почему вот Ирина так говорит, но Центры местной активности, они проинформированы, и они несут на себе определенную информационную составляющую включение именно вот в этот проект развития городской комфортной среды. Но так или иначе мы тут не увидели, не услышали. Ну, может быть, в Ленинском районе Центр тяжести в другую сторону, может быть, у них каким-то образом администрация, территориальное управление больше. Но вот судя по нашим планеркам, мы говорили, что как раз, ведь смотрите, Центры местной активности, это проводники территориальных управлений. Окей, все. Наталья Алексеевна, здесь вот насчет центров и системы поставим там точку или многоточь или запятую. Центры местной активности должны были активно работать и, в общем, проинформировать. Уж как справились, так справились. Теперь что мы видим? Потому что мы почему об этом сейчас говорим? Нам надо и информировать, и анализировать. Ведь задача проекта в этом году набить шишек, их всех собрать, их всех собрать. И жалко денег, чтобы не потерять. Да, и понять, где, значит, мы промахнулись, чтобы не допустить это в следующем году. И чем мы раньше начнем обсуждать, тем быстрее мы эти шишки уже будем находить. Потому что вот сейчас первый вопрос, который стоит, это проекты, которые, собственно говоря, представлены. Вот Ирина Ивановна говорит, что должны были управляющие компании проекты представить. Но если жители обращаются за помощью, то они помогают. Кто-то представил. Это управляющие компании, Константин? Управляющие компании, по крайней мере, себя эту ответственно сняли по моей территории, где я отвечаю только за ту территорию, где я был. Я общаюсь с управляющим компанией, общаюсь с Центром местной активности, общаюсь с территориальным, с администрацией. Нет проектов. Проектов просто-напросто нет. Есть, да, будет составлено, есть дефектная ведомость по двору, есть будет составлена смета по этому двору, эта смета пройдет госэкспертизу, и после этого эти дворы выйдут на торги. Но проекта нет. Любой строитель, пусть даже и без строительного образования, может сказать, что основа основ любой работы строительной – это проект. Где проект? Нет проекта. Что будем делать? Как будем делать? Потому что я был в одном двору, на Красноармейской 1. У них из-за того, что рядом двор сделали в том году, у них там пруд, просто во дворе пруд, глубокий пруд, и люди жаловались не потому, что им двор будут делать, им главное, чтобы сделали пограмотно, правильный, чтобы этого пруда, вот этой лужи огромной, когда они выходят из подъезда, его не было. Ну, то есть мы вот… Почему нужен проект? Потому что хорошо, лавочки освещения и асфальтирования, если нет проекта, асфальт закатали, как получилось, фонарь поставили, где получилось, ну и лавочки, бог с ним, типовые какие-то будут, лавочки воткнут тоже посреди лужи. Мы должны понимать, что эти сметы, они выйдут на торги, торги выиграет какой-то подрядчик, подрядчик придет выполнять работы. Он сделает так, как сделает, согласно тем объемам, которые будут указаны в смете, но не согласно тому проекту, который был. И претензий не предъявишь. Претензий не предъявишь. Кому ты будешь предъявлять претензии? Каким образом? Он покажет, вот было там асфальта 30 кубов, я 30 кубов вывалил. Было там 20 метров поребрика или бордюра, я 20 метров поставил, идите мерьте линейкой. А дальше? А дальше кто? Гражданин будет бегать и говорить, а вот у меня тут лужа почему-то образовалась вес осенью, либо еще каким-то образом. Но еще очень важно, если нет проекта, то нечего и говорить о расширенной программе, где существует софинансирование и возможность построить детскую площадку, спортивную площадку и так далее. Люди просто даже не могут представить себе, как это может выглядеть. И очень много людей просят, им охота видеть двор. Двор красивый, замечательный, потому что молодые семьи живут, дети. В одном дворе я был, там детской площадки даже, ну нету ее просто-напросто. Они спрашивали на собрании, а будет ли детская площадка? Им говорят, да, софинансирование, с удовольствием ставьте себе детскую площадку. Они говорят, давайте мы с вами сейчас сделаем проект красиво, чтобы визуализация была полная всего двора. У вас нет времени делать этот проект. Нет времени. Вот давайте на следующий год вы сами сделаете остатки, ну там, проект, и уже дальше вы участвуете в ППМО и участвуете там, привлекаете спонсоров, делаете детскую площадку. Но сейчас на данный момент у вас нет времени. А если у вас нет времени, вот мы вам делаем то, что в рамках программы асфальтное асфальтирование, скамейки, урны, освещение, все. Меня сейчас заинтересовал вопрос, собственно, о вот этой комиссии, это в город администрации, которая будет из этих 140 заявок отбирать проекты. Она-то, не видя конечной картинки, не видя этих проектов, на что будет основываться? Кстати, да, 140 заявок. Какие включить? Как это будет все происходить? Какие не включить? Это же очень сложный вопрос. Вы ближе к администрации. Тут даже дело не в близости. Здесь действительно сложный вопрос в том, что я думаю, что это будут решать специалисты прежде всего. И вот Константин сейчас сказал, очень много критериев, которые определяются, и совершенно верно, что недобросовестные подрядчики, которые выполняют это все, и очень обидно мы с этим сталкивались, иногда бывает хорошее право. Почему же недобросовестные? А вот смотрите. У них вот есть смета, они согласно ней там все кинут. Нет, а вот смотрите, я еще раз хочу сказать, даже по той смете, которая есть, и при наличии, когда вот делали ППМИ, когда делали дворовые территории, там, где территориальное общественное самоуправление осуществляло общественный контроль, поверьте мне, ни одна машина не прошла, и ни одной лужи не осталось. Хорошо, до контроля доберемся. Да. Вот сейчас про комиссию, как будут на что ориентироваться? Я хочу сказать, я хочу сказать, что, наверное, вот сейчас создана комиссия как профессионалов, так и из среды и центров местной активности, и сейчас общественников, которые входят в городской координационный совет. А вы, кстати, входите лично? Я вхожу в городской координационный совет. Я тоже вхожу. А в комиссию? Ну, в комиссию я не вхожу, но я считаю, что если, например, я просто считаю, что я дилетант в этом. Поэтому я руку не поднимаю. А так я везде, знаете, как на ликероводочной, я это туда, я... Просто я считаю, что я дилетант, и если я что-то не понимаю, я могу просто единственное теоретически сказать, что есть люди, специалисты, общественники, которые могут входить в эту комиссию. Где они? Если они строители, например, имеют отношение? Нет, конечно. У нас в общественной палате ребят очень хорошие, которые действительно... Так все вообще люди хорошие на земле. Нет, я имею в виду хорошие специалисты. Мы только не поняли, как отбирать будут дворы. Хорошие специалисты. Вот когда сейчас заседает комиссия, она формируется из числа профессионалов, которые в администрации города, и из числа общественников. Поэтому никто не запрещает сегодня нам предложить кандидатуры тех людей, которые действительно в этом деле разбираются. Нет, мы, конечно же, мы спросим у города, кто там в комиссии, и попросим рассказать про то, как они будут выбирать эти границы. Это в управлении ЖКХ этим занимается? Да, да. В управлении ЖКХ нужно задавать вопросы, да? Да, обязательно спросим. Но все равно хотелось бы знать, правда же, как все это будет? Статин, может, вам что-то известно? Как будет формироваться эта комиссия? Нет, я-то просто, смотрите, даже не про комиссию, я просто общаюсь с людьми, опять же, перейду к гражданину. Почему? Потому что основное лицо здесь, это гражданин, тот, который будет жить. Не комиссия основное лицо, тот, который будет, по сути, принимать эту работу. Да, комиссия будет принимать, но в доме создан, есть гражданин, который отвечает, тоже будет подписывать этот акт. И в каждом доме, где я был, находится специалист со строительным образованием. В каждом доме. Практически вот из четырех домов, где я побывал, в каждом доме есть специалист со строительным образованием. И вот вчера, например, со старшего по подъезду созванивался, они ждут, когда к ним принесут проект, потому что у нее уже там соседка, которая всю жизнь проработала в строительной компании, она сидит и говорит, ждет, когда ей принесут проект, чтобы этот проект проверить. Просто она специалист. И я думаю, что здесь не надо искать следи общественников, еще специалистов, кто-то кого-то привлекать. В каждом доме есть такой специалист, у которого есть образование. который готов свою гражданскую активность проявить и посмотреть тот проект, на основании которого будут делать двор. Но нет проекта-то. Что смотреть-то? С мету смотреть? Ну, посмотрит с мету. Посмотрит ценообразование, проверит ценообразование. Все будет замечательно. Придет подрядчик и скажет, извините, я буду делать так, как я захочу. То есть мы можем спрогнозировать все-таки, что в этом году из тех проектов, которые делались спешно, будет применено, то есть вот это как раз схема минимального благоустройства. Асфальт, фонарь, скамейка. Те проекты, которые участвовали в ППМИ, разработывали что-то дальше и глубже, они получат асфальт, фонарь, скамейка, плюс то, что они для дворика своего прогнозировали. И тут, конечно, совершенно я согласна с Натальей Алексеевной, что нужно было не отстраиваться от системы, а встраиваться у нее действительно. Может быть, времени не было. Нужно сейчас тогда встраиваться в систему, для того, чтобы 2018 год у нас прошел правильно. И уже сейчас начинать работать с людьми по проектированию своих дворов с учетом всех программ, которые существуют. Вот не разрозненных, разрозненных, а всех программ. Вы тоже, я понимаю так, Ирина Ивановна, поскольку знаете всю эту систему, вы там все интегрировали, что нужно. Я не совсем ее знаю. Я знаю, как представитель дома своего, когда мы асфальтировали свой двор за счет депутатских наказов, и когда я лично ходила, я не строитель, я бухгалтер по образованию, но я ходила и следила за каждой ямой, чтобы не засыпали, и просила лишнюю лопату щебенки, либо там лишнюю лопату асфальта. Ну, ребята, ну киньте, пожалуйста. А вот это следующий. Следующий у нас вопрос, который мы обсудим после двухминутного рекламного перерыва, это контроль. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Не так много времени у нас уже остается, но, наверное, такой подвывод можно сделать, что в этом году программа формирования комфортной городской среды, наверное, все-таки не шатка, не валка, да? Ну, как-то так. Но все-таки впереди еще пять лет, то есть еще четыре сезона. Мы не знаем, заявлено, что еще четыре сезона. И возможно, какой-то уже задел стоит делать как раз на будущее. И мы собираемся анализировать то, как происходит, как протекает этот проект. И слава богу, у нас есть с кем это обсуждать. И чем чаще мы это будем обсуждать, тем быстрее будут сниматься какие-то вопросы. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что он нас слышит, слушает. И вот один из вопросов, который всплыл, еще до 25-го числа хотелось бы, чтобы нам его разрешили представители, профессионалы, как сказала Наталья Алексеевна Катаева из городской администрации. Нас интересует комиссия, которая создается по отбору дворов для участия в этом проекте. На каком основании эти дворы отбирались? Почему эти, а не другие? Вот это все нам хотелось бы до 25-го мая. То есть не отбирались, а вот как будут отбираться критерии, чтобы заранее людям рассказать. Если до 25-го не придут, то придется после, уже по следам. Тогда уже люди точно будут знать, попали, не попали, и вопросов будет масса. Вот мы это предложим обязательно городской администрации. Я хочу напомнить, что на сайте хакера.ру в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Для того, чтобы мой двор считался благоустроенным, там достаточно и массы вариантов. Положить асфальт только, поставить лавочки и урны только, исправить освещение только, высадить деревья и разбить клумбы, оборудовать детскую площадку, просто прибраться и поддерживать чистоту. И необходимо все вышеперечисленное, чтобы двор можно было назвать благоустроенным. На сайте хакера.ру 78% говорят, что одной лавочки недостаточно, асфальта недостаточно, должен быть проведен комплекс работ. Все должно быть исполнено, чтобы назвать дом благоустроенным. 60% на нашей странице ВКонтакте. Я так, конечно, может быть, придираюсь, но когда говорят о формировании комфортной городской среды и благоустройства двора, ну вот, понимаете, просто восстановить асфальтовое покрытие и просто поставить фонарь, а тут выяснилось, что еще по освещению вопросы, оказывается, людям надо будет платить за освещение во дворе. Некоторые не знают про это, кто не в новых микрорайонах. Масса вопросов. И как бы хотелось бы, чтобы подходили комплексно к решению благоустройства. Не нравится мне, когда громкие заявления, а потом пшик получается. Вот как раз Константин готов добавить. У нас как раз еще, правильно говорите, что комплексно-комплексно, потому что в каждом дворе еще проблема очень основная, это парковочные места. Вот. А они сюда не входят. Но они по этой программе не входят. Парковочные места сюда не входят. Это софинансирование. А понимаете, бордюрный камень не поставят. И все. А дальше у нас в основном, кто куда заезжает? На газон. На бордюрный камень и на газон. Правильно. Грязный двор опять же. В данный момент разбитый бордюрный камень. Мы обсуждали с жильцами этот вопрос. Этот бордюрный камень, он у нас просто-напросто через год местными этими же жильцами этого же двора просто разбомбят его. То есть, по сути, хотя бы это надо было сейчас учесть, что вот когда будет асфальтирование проводиться, что вот этот участок, ребята, настолько это парковочный мест ваш, 20-ти процентное софинансирование. Двигайтесь дальше. Потому что основной вопрос стоит парковочные места, а парковочные места, потому что парковочные места... Дворы старые, дворы маленькие, дворы узкие. Нерассчитанное. Нерассчитанное на столько количество транспорта. А еще зачастую заросшие деревьями. Да, заросшие деревьями. И их убирать, это тоже большая проблема. Вызовет огромное возмущение. Грязь выносится как раз с этих газонов, когда автомобиль поставят в такую погоду, вот как сейчас, потом он начинает выезжать, и эта вся грязь во дворе находится. Проблема, проблема. Как она будет решаться? Да никак она не будет решаться. Почему? Потому что программа сверстывалась узко, быстро, и сделает то, что сделает основные проблемы. А вы знаете, я поспорю. Если есть в доме актив, если они хотят, они сделают себе и парковку. Как мы сделали ее? Вот это вопрос. Мы сейчас об этом и говорим. Если есть актив, и заранее продумали люди, то да. А вот 4 двора, плюс 2, о которых говорил коллега Константина в первом часе, там вообще люди не в курсе. Если ждут, вернее, жители, что им придут и сделают, о чем тогда еще можно говорить? А вот я оптимистка. Понимаете, я даже на кладбище вижу не кресты, а плюсы. Как мне подарил эту фразу мой друг. И я одно хочу сказать. Вы знаете, я вспоминаю 10 лет назад, когда мы с Мишей Курашиным выходили, и на широкую аудиторию говорили, что такое проекты, первые проекты. ППМИ. Нет, какой ППМИ? Это 2007 год. Мы пытались, маленькие, маленькие городские проекты, у нас первые по 5 тысяч были вообще проекты, нам никто не верил, говорили, да какие у тебя проекты, кто тебе будет писать, что это вообще такое. Представляете, нас так ругали, и мы все-таки тогда с Геннадием Ивановичем Плеховым решили проэкспериментировать, мы решили сделать первый проект. Тогда был главой администрации, да? Да, главой администрации. И вот нас так и считали, мама и папа ТОСов. Вы понимаете, когда мы начали это делать, и первые проекты пошли, самые первые, самые появились первые инициативные граждане, потом стали осваивать в 10-м году, уже через 3 года, ППМИ, ППМИ уже легло на подготовленную почву, то есть люди уже проработали городские конкурсы. Теперь свалилось такое великое счастье нам федеральные деньги, но освоим. Вот если мы за ночь учим китайские... Так ведь никто не сомневается, что освоим, выливается Наталья Алексеевна. Как? А я скажу как. И вы правы, вы абсолютно правы, что с сегодняшнего дня нужно активизировать сегодня общественные советы территории. Нужен паспорт территории. Нужно знать болевые точки и возможности этой территории. Ведь, вот понимаете, мне иногда смешно на сайте, а вот высадить вам кустарнички, высадить вам цветочки и вам прийти подмести. Ну это даже смешно. Понимаете, если сегодня человеку все это дать, вот давайте представим идеальное общество, вот он проснулся, у него идеальный двор, и он не приложил никаких сил, он завтра выйдет, пакет выкинет в окно и харкнет, и чинарь кинет, и все что угодно. Человек устроен так, что если он сам не приложил никаких усилий для создания вот этого всего, он не будет это беречь. Поэтому асфальт согласна, фонари согласны, и то, вот этот даже макет нарисовать на общественном совете, вот поверьте мне, если сильный общественный совет и сильные ЦМА, мы в Польше их изучали центром местной активности, у них все руководители центром местной активности потом становились главой администрации города. И никто... Ой, да, да. А мы когда вот эту практику-то начнем применять? А вот знаете, когда, а вот когда у нас такие профессионалы будут в центрах местной активности, вот тогда никто не подтасует ни дворы, ни дороги, непонятно откуда взявшиеся и свалившиеся другие проекты, которые не были утверждены общественным советом. Попробуйте сегодня в присутствии управляющей компанией, общественных организаций, попробуйте утвержденный список общественным советом вдруг сказать, не, ребята, это не до улицы, да вас снесет активный гражданин. Волна возмущения. Конечно, конечно. А если сегодня не будет вот такой общественной структуры, которую вот вы говорили, да, общественный контроль, он пройдет и скажет, нет, извини меня, я у тебя не принимаю. Скажи-ка мне, Вася Пупкин, что за контора у меня сегодня здесь выкладывала асфальт? Три минуты до конца программы, давайте несколько слов про контроль скажем. Как мы будем, Константин, контролировать все-таки все это в этом году? Активным гражданином. Что это значит? Жители сами. Жителям домом будем контролировать, потому что вот у меня, ну, я опять на своем примере, каждый телефон к старшему по дому есть, будем звонить, буду звонить лично, буду сам лично выезжать, лично сам смотреть. Буду привлекать специалистов, как своих знакомых строителей, так же и специалистов по дому, если там есть кто-либо. Ну, вот сейчас у меня на данный момент в каждом доме есть специалисты по строителю, да? Ну, вот это Константин Сечихин с его четырьмя дворами, а остальные? Вот у меня Новоровского, где живут одни пенсионеры в доме, там кто будет контролировать? Ловлю на слове. Какой адрес Новоровского? Новоровского 76В. А, в принципе, недалеко. Ну, и я хочу сказать, что мы с Константин в общественной палате, и там есть специальная комиссия, и никогда не откажут общественники в этом плане. Никогда. Да мы с ним проводили много семинаров по ЖКХ в моем центре местной активности. Мы никогда не отказывали, и отказывать не будем в данной ситуации. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы понимать, как система по контролю будет выстроена, опять же, чтобы не один, вот есть Константин, я его знаю, я к нему обратилась, есть там еще кто-то, Дмитрий Сергеев, он знает. Вот если в этом дворе... А как это будет? Вот если в этом дворе делают вот это благоустройство, без общественного контроля этого двора не подписывать прием работы. Все. Куда жаловаться? Нет, извините. Есть администрация города... Ну, вот вы говорите, я вышла... Нет, это Ирина Ивановна, по-моему, рассказывала, она в перерыве, что как вы контролировали, как вы вас спортировали. Конечно, я сама ходила за каждым рабочим, и за каждой машиной, контролировала. А как, на 300 тысяч попробуйте заасфальтировать двор? Я вот заасфальтировала. И что, держится? То есть это мало, да? Держится. Держится 7 лет, держится даже не больше. 7 лет? Даже больше 8, наверное. Вот. И знаете, что если подрядчики знают, что с первой минуты их работы есть общественный контроль, поверьте, они не будут халявить. Они уже будут выполнять так, как Ирина говорит. У меня так и было, просто это мой опыт, поэтому... Вы одна это все делали? Да почему? У меня совет дома, но я тогда не работала, у меня было время днем контролировать, поэтому я сама ходила. Интересно, вы сейчас услышите версию строителей. Вот, тут за нами ходили, над душой стояли. Мне даже лучшую бригаду дали. Мервы вымыты. Даже лучшую бригаду дали. Ну вот, как бы, все-таки хотелось бы понять, потому что, опять же, мы приходим к тому, что у нас есть ОНФ, у нас есть Единая Россия, у нас есть Центр местной активности, Терруправление, Администрация, Общественная палата. И вот среди вот всего вот этого должна быть точка сборки. Одно место, куда со всеми своими вопросами, запросами и так далее человек может обратиться. Давайте не будем забывать управляющие компании. Да мы не забываем. Они восьмые. Я предлагаю сейчас напрямую обратиться к управляющей компании. Уважаемые руководители управляющих компаний. На вас, Надежда, не отворачивайте сердце. Специалисты у вас есть, зарплаты вы им платите. А можно я скажу, вот наша управляющая компания, Вятка Уют, они подали все свои дома на эту программу. Это была не реклама. Это не реклама. Факт. Факт. Спасибо большое нашим гостям. Мы, кстати говоря, их тоже соберем по этому вопросу. Конечно. Всех. Администрацию отдельно, управляшки отдельно. Будем следить за тем, как протекает эта программа. А вот я как раз думаю, что нужно не отдельно, а вот как раз... Сместе? Вместе. Да, вот как раз, когда мы решаем общие вопросы, здесь, когда и представители администрации, управляющие компании, представители партий, движений... Это, Наталья Алексеевна, мы накануне сентября так сядем, тесным кругом. У нас тут всего три посадочных места дополнительно. Ладно, хорошо. Спасибо. На этом все-таки завершаем. Время нам уже не позволяет дальше общаться. Спасибо нашим гостям Константин Сичихин, Ирина Траччин, Наталья Катаева. Всего доброго. До свидания. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова